С 1 января этого года вступил в действие декрет номер 6 о неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков, который ужесточает меры воздействия на распространителей и производителей различных психоактивных веществ и наркотических средств. Президент республики призывает активизировать противодействие наркотической волне. Добрый вечер. Сегодня четверг. И как всегда в прямом эфире телеканала Беларусь-2 вас приветствует творческая группа программы «Точка зрения». Итак, масштабы проблемы наркоторговли и наркомании на Брещене, о том, насколько новый документ поможет правоохранительным органам в борьбе с распространением наркотиков в нашем регионе, мы поговорим с гостями нашей программы. В студии прямого эфира заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми УВД Брестского облсполкома, подполковник милиции Витал Алексеевич Зырко и заместитель начальника управления следствиями Комитета Республики Беларусь по Брестской области, полковник юстиции Сергей Петрович Тишук. Виталий Алексеевич, Сергей Петрович, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. По традиции, уважаемые телезрители, мы приглашаем принять участие в нашей программе и вас. Пожалуйста, звоните. Нам интересно знать вашу точку зрения, ваше мнение на проблему противодействия распространения наркотиков в нашем регионе. Поэтому звоните 21 55 65. Нам важно и интересно узнать ваше мнение. Ну и так, вступил в силу нормативно-правовой акции, о необходимости принятия которого, ну вот буквально хором кричали, так в прессе пишут и милиция, и медики, и родители, ну и вообще представители общественности. Ну, сомневаться, конечно же, наверное, в необходимости усиления правовых мер воздействия на распространение и употребление наркотиков не приходится. И хотелось бы узнать, поэтому, ввиду того, что это декрет и неотложные меры, какие же основные предпосылки послужили для его принятия? Основными предпосылками этого декрета стало усугубление наркоситуации на территории республики. И хочу сказать, что глава государства при предоставлении ему определенных сведений об этом, а также принял соответствующий декрет, который очень много нового норм, очень много нового закрепил для того, чтобы не сдержать распространение наркобизнесу, а также распространение наркомании в целом на территории республики. Это и ужесточение ответственности за определенные виды совершения наркопреступлений. Это введение каких-то ноушест, как, например, введение уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 14 лет, а не с 16. Это и та же административная приюдиция, предусмотренная тем, что при появлении в общественном месте, либо употреблении в общественном месте наркотических средств, птихотропных веществ, налагается административное изыскание, штраф. Ну, об этом вот, да, о сути декрета мы чуть позже поговорим. Сергей Петрович, Следственный комитет, насколько, может быть, ожидаем был этот документ? Или, в принципе, сложности не было в следственных мероприятиях при проведении? Важность работы по противодействию наркотикам, распространению этого негативного явления, которое уже приобрело масштабы, угрожающие в целом и национальной безопасности, конечно же, оценивалось, и сложностей в этой работе, в принципе, не возникало. Сотрудники органов дознания выявляли эти преступления, передавали материалы проверок в подразделения Следственного комитета. Мы возбуждали и расследовали уголовные дела. Вместе с тем, те положения декрета, которые предусмотрены, они, конечно, способствовали уже сейчас, мы видим, активизации этой работы. То есть он уже начал работать, да? Безусловно, уже возбуждаются уголовные дела, в том числе, именно исходя из положений, которые предусмотрены декретом главы государства. И, конечно же, эта работа активизирована, и, не побоюсь этого слова, это реальная забота на государственном уровне о каждом из нас, о наших детях и о безопасности государства в целом. Потому что нечто нематериальное оценить сложно. Хотя то, что предусмотрена и повышенная уголовная ответственность за сбыт наркотиков, заведомо несовершеннолетним, и за деяние, когда сбыт наркотиков по неосторожности повлек в смерть потерпевшего, и ряд других норм, в том числе, о которых указал Виталий Алексеевич, конечно же, поспособствует и профилактике этих преступлений, и уже начальником управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области, полковником юстиции Рахмановым, утвержден комплекс мероприятий по реализации положения декрета, который направлен в другие государственные правоохранительные органы, с которыми мы взаимодействуем. А еще я читала такую мысль, что принципиально отличие от ранее действующего антинаркотического законодательства, вот этот декрет, то, что от узковедомственного, может быть, только в полномочии милиции было разбираться с этой проблемой, ну, вообще правоохранительных органов, теперь в целом все государство подключается и учебные заведения, и заведения здравоохранения, что это такая борьба, сплоченность, что ли, всего государства против этого явления негативного. Ряд нормативных документов, это и уголовный кодекс, уголовно-процессуальный, который предусматривает формы взаимодействия именно на стадии досудебного производства, и другие нормативные акты, конечно же, предусматривали формы взаимодействия, в том числе это и республиканские областные программы. Вместе с тем декрет, это как документ неотложного действия, более четко, конкретно предусмотрел формы взаимодействия, предписал координаторам этого взаимодействия, установил, что это Министерство внутренних дел, но, тем не менее, более сплоченно мы выступим против этого, действительно, без привлечения зла. Ну вот прежде чем мы еще более подробно рассмотрим основные положения, основные меры ответственности, которые предусматривает шестой декрет антинаркотический, как вы вот в обществе уже нарекли, я предлагаю посмотреть небольшой видеосюжет, который предоставили нам коллеги из информационной службы новостей. Давайте посмотрим. Согласно шестым декретам президента, теперь за сбыт наркотиков можно лишиться свободы на срок более 20 лет. А если после употребления приобретенного наркотика покупатель умер, то и срок увеличивается до 25 лет. Снижен возраст привлечения за уголовные деяния подобного характера – 16 до 14 лет. Лишение свободы ожидает и тех, кто предоставляет свое жилье для изготовления наркотиков. В 2014 году сотрудниками Управления по наркоконтролю было зарегистрировано 911 преступлений по линии наркоконтроля. Причем, если сравнивать 2013 год, то таких преступлений было 625. Причем вызывает обеспокоенность увеличение преступлений, совершенными именно несовершеннолетними. В 2013 году таких преступлений было 12, в 2014 уже было 53. В прошлом году от передозировки наркотиками в больницы попали более 120 наших земляков, а в 2013 их было только 9. Уже в новом, в 2015 году, в медучреждения от употребления наркотиков попали 18 лиц, которые имели при себе наркотики, 7 человек пытались их сбыть. Я думаю, что вовремя этот декрет, потому что дальше ситуация будет только усугубляться, и все и больше и больше молодых людей, которые могли бы более достойно прожить свою жизнь, они просто-напросто ее спалят. Декрет номер 6 президента Республики Беларусь позволяет нам оперативно и наиболее жестко реагировать на факты употребления и распространения наркотиков. Виталий Алексеевич, Вы уже озвучили в начале программы какие-то основные меры ответственности, усиление, ужесточение уголовной ответственности. В сюжете прозвучало. Какие еще основные положения, принципиально новые, привнес 6 декрет? Как я уже начал говорить, это одно из таких значимых нововведений, конечно же, административная приюдиция. В настоящее время не разрешается государством находиться в общественном месте в состоянии, вызванном потреблении наркотических средств, либо психотропных веществ, либо их аналогов. То есть при появлении гражданина наркопотребителя на улице, что является общественным местом, при его освидетельствовании, если обнаруживается, что он употреблял наркотики и находится в состоянии, вызванном их употреблением, составляет административный протокол в соответствии с декретом номер 6. После этого и, соответственно, на лицо налагается административное взыскание. Если же после этого данное лицо в течение года после наложения административного взыскания вновь задерживается за аналогичное правонарушение, в данном случае декретом главы государства номер 6 предусмотрена уголовная ответственность. Ему грозит вплоть до ограничения свободы. Вот, кстати, специалисты считают, что данная мера позволит и сподвигнет, может быть, к лечению, к побудить человека все-таки вылечиться, дабы второй раз не попасть, иначе грозит уголовная ответственность. Конечно, потому что в декрете четко прописано, что законодатель определил, что в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств без назначения врача. Соответственно, если человек лечится, но он может, например, находиться в состоянии, вызванном употреблением наркотиков, как, например, те же лица, употребляющие наркотики, они могут принимать психотропные препараты, чтобы как-то победить свою зависимость. В этом случае декретом четко прописано, что, конечно же, избирательно подходят к таким лицам, и, соответственно, они не будут привлекаться к какой-либо ответственности. Сергей Петрович, Вы что-то говорите? Кроме этого, отметил бы ту норму, которая вовлекает уже как фактически субъектов профилактики владельцев развлекательных заведений, организаторов массовых мероприятий, и горных клубов, и ряда других, возлагает на них обязанность по контролю и принятию мер по недопущению распространения наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов на территории заведения. И, соответственно, устанавливается административная ответственность за непринятие мер по исполнению данного требования. Какой штраф может заплатить заведение в случае недонесения, или не поспособствовав устранению этого явления? На руководителя может быть возложена обязанность уплатить штраф от 10 до 20 базовых величин. Кроме того, устанавливается обязанность о фактах выявления, распространения, либо хранения на территории клуба, заведению развлекательного, в местах проведения массовых мероприятий, информировать об этом органы внутренних дел. И также предусмотрена ответственность за неинформирование. Это в случае, если данное деяние не образует признаков состава преступления. Так есть статья 406 Уголовного кодекса Республики Беларусь, которая предусматривает, часть первой данной статьи предусматривает уголовную ответственность за недонесение достоверно известным, готовящимся, особо тяжком преступлении, совершенным, особо тяжком преступлении. Часть вторая предусматривает данные нормы, предусматривает уголовную ответственность за недонесение о достоверно известном, совершенном, тяжком, либо особо тяжком преступлении. То есть здесь может быть на лицо привлечено и к уголовной ответственности. Кроме того, важной нормой является то, что предусмотрена уголовная ответственность на лиц, которые заведомо незаконно перемещают данные наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры и аналоги на территорию Республики Беларусь. При отсутствии признаков состава преступления предусмотрена статья 228. Это контрабанда. Ведь в странах таможенного союза нет государственной границы, соответственно нет контрабанды. А теперь уже предусмотрено, то есть это тоже защитительная мера со стороны государства по доставлению наркотических средств на территорию Республики Беларусь. Ну и то, что установлена, как я уже сказал, повышенная ответственность за сбыт наркотиков заведомо несовершеннолетнему. Это наиболее заинтересует и родителей, и дедушек, и бабушек, и в принципе каждого, потому что защищает детей, которые наиболее подвержены данному негативному влиянию. Кроме того, повышенная ответственность за сбыт наркотиков на территории учебного заведения, лечебного, учреждения здравоохранения, воинских частях, в лечебно-трудовых профилакториях, на территории исправительного учреждения. Повышенная уголовная ответственность тоже фактически этим закон, вернее декрет, и глава государства предусмотрел, предоставляет право выбора. Ты знаешь об ответственности, не совершай, не будешь привлечен. Еще можно сказать, ахиллесовые пятой на сегодняшний день вообще в нашем обществе, и это касается, конечно, в первую очередь молодого поколения, вы сказали, вот школьники, бабушки, дедушки, родители все обеспокоены, это спайсы, да, и вообще какие-то курительные смеси, их бесконечное какое-то множество, различные химические составы. Это декрет. Что говорит декрет, как он предполагает борьбу с этим негативным явлением? Декрет предусматривает более упрощенный порядок внесения психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов в республиканский перечень веществ, которые подлежат особому контролю. То есть я правильно понимаю, если раньше была сложность в том, что вот законодательство не успевало предусмотреть вот эти вот постоянно меняющиеся химические какие-то составы, то теперь это упрощается все, да? Это упрощает процедуру, и, соответственно, более оперативное внесение в республиканский перечень позволяет уже применять меры уголовной ответственности к тем, кто распространяет эти психотропные вещества, наркотические средства. И, кроме того, вот в обществе назвали этот декрет антиспайс. Вместе с тем, можно сказать, этот декрет и антиспайс. Однако, если внимательно изучить положение данного нормативно-правового акта, он направлен в целом на борьбу с наркоманией. Потому что предусмотрена ответственность за сбытые традиционных наркотиков, не выделяется отдельно уголовная ответственность за спайсы. Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность и административная в соответствующих частях за употребление одруманирующих веществ, токсических веществ. То есть, более широкий перечень тех мер и направленность действия этого декрета, нежели оно воспринято в обществе. Хотя, безусловно, в первую очередь этот документ принят на оперативное влияние на ту негативную ситуацию, которая сложилась именно с распространением химических веществ, спайсов. Алексей Алексеевич, вы хотите что добавить по спайсам конкретно? Могу сказать только, что декрет, можно сказать, вышел из... он уже стал необходим. Он родился как раз в нужное время. И приятно, что именно в нашей стране. Потому что аналогичного рода нормативных правовых актов, по крайней мере, в зарубежных странах, я не знаю. Это нам большущий плюс. И, конечно, антиспайс. Я могу только сказать, что большинство изымаемых за прошедший год наркотические средства, у которых вещества составляют спайсы. То есть, статистика, она... Конечно. Это все вылилось в этот декрет, который направлен прежде всего на профилактику. Если человек умный хотя бы немножко читает, и он поймет, увидит эти санкции, к чему могут привести занятия незаконным наркобизнесом, в том числе и спайсами. И если человек... у него есть чувство самосохранения, то я думаю, что в этом и является профилактика. Может быть, еще хотелось заострить внимание тех людей, которые, к сожалению, столкнулись с этим наркобизнесом, и которые постоянно совершенствуют эту химическую систему. Потому что все-таки увлекаться не химией теперь, наверное, да, а математикой, чтобы уметь читать и почитать, если в случае чего, сколько грозит, все-таки сроки достаточно внушительные. Большую часть своей жизни ты можешь провести в местах лишения свободы. Про спайсы. Действительно, несмотря на то, что Сергей Петрович отметил, что называют антиспайс в обществе, но все-таки направлен декрет в целом на борьбу с наркоманией. Мы много говорим в нашей программе и в различных сюжетах. И сейчас в нашей программе, безусловно, важно будет поговорить о тех мерах профилактики, которые проводят и УВД, и Следственный комитет. Но прежде чем мы продолжим наш разговор, хотелось бы еще несколько слов. Опять же, коллеги из информационной службы новостей предоставили нам сюжет. И сейчас мы посмотрим видеоматериал о спайсах. Внимание на экран. Спайсы получили наибольшее распространение в последнее время. Таких психотропов среди всех наркотиков, которые ежегодно попадают на экспертизу в Госкомитет судебных экспертиз по Брестской области, преобладающее большинство. Из исследуемых объектов основную массу сейчас занимают синтетические наркотики. И процентов 90, они все являются особо опасными психотропными веществами. На сегодняшний день в Республиканском перечне уже более 500 веществ, запрещенных к обороту на территории страны. Рост потребителей спайсов и наркозависимых от них сегодня отмечают и врачи-наркологи. А всего на Брещине зарегистрировано более полутора тысяч больных наркоманий и потребителей психоактивных веществ. Половина из них – молодежь в возрасте до 30 лет. 67% – это опиоидные наркоманы все-таки, то есть потребители инъекционных наркотиков. Но все-таки резко выросло выявление потребителей именно тех, которые употребляют так называемые спайсы. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы в прямом эфире темы нашей программы противодействия распространению и потреблению наркотиков как в нашей стране, так и в нашем регионе в целом. Звоните 21 55 65. Нам интересна и ваша точка зрения на проблему противодействия распространения наркомании в нашем регионе. Мы продолжаем нашу беседу. Сергей Петрович, вопрос к вам. Насколько актуально, про статистику уже несколько слов мы сказали, по спайсам. Много ли вообще возбуждается уголовных дел в прошлом году? Статистика что говорит? И несовершеннолетних, главное, сколько участвует в этом? К сожалению, и рост был в целом по возбуждению уголовных дел, в том числе по спайсам. Существенный рост по лицам несовершеннолетнего возраста, которые участвовали в незаконном обороте наркотических средств и в том числе психотропных веществ, таких как спайсы. Привлекаются к уголовной ответственности, сломанные судьбы. И, конечно же, это нас беспокоит. Поэтому важное внимание уделяется именно вопросам профилактики данного явления. Потому что, когда уже совершено преступление, наша задача, конечно же, установить истинные обстоятельства дела, установить источники приобретения, чтобы привлечь и тех виновных к ответственности. Но, тем не менее, что сделать для упреждения таких ситуаций в дальнейшем? Основное – это все-таки научить человека заботиться о себе, о своем здоровье, о своих близких. Когда ты заботишься о своем здоровье, ты не будешь травить себя умышленно, потреблять что-то для искусственного создания каких-то там наслаждений и так далее. Поэтому основа – забота о здоровье. Плюс, конечно же, уже с рождения ребенка, забота и воспитание его в духе уважения, общепринятых норм поведения в обществе. Создание в семьях, среди близких, среди друзей обстановки доверия, взаимной помощи, чтобы у ребенка, а выбор ведь есть всегда, выбор был всегда в пользу доброго, хорошего, которое приведет и к успехам, и к удачам. Искусственное, химическое, что-то ускоряющее, оно не принесет успеха и удачи. Поэтому одно из направлений – в этом участвовать и учебные заведения, и учреждения образования, и, конечно же, родители, это понятно, дедушки, бабушки. Ну и, безусловно, в этой работе участвуют и правоохранительные органы. У нас комплексный системный подход, мы активно обмениваемся информацией. Здесь нет каких-то ведомственных интересов. Наша задача – пресечь это явление, бороться с ним и свести его до минимума. Со стороны Следственного комитета проводятся такие мероприятия, как по уголовным делам, если мы выявляем причины и условия, способствующие совершению преступления, наши следователи вносят представление. Руководители следственных подразделений ориентированы на то, чтобы следователи представления докладывали более активно по месту их рассмотрения, чтобы могли ответить на вопросы. Во всех учреждениях образования области в прошлом году наши следователи выступили с лекциями, в том числе с демонстрацией видеофильмов. Подчеркну, что в интернете много видеороликов, которые якобы направлены или якобы направлены на борьбу со спайсами, но некоторые из них так могут быть сняты, что наоборот пробуждает интерес. Поэтому просмотр сам по себе детьми этих роликов без контроля, он может не только не профилактировать, он может наоборот пробудить интерес. Поэтому важен именно просмотр, комментарии, пояснения именно в этой части. При участии Пинского межраддела Следственного комитета снят фильм «Спайс. Роковой выбор», который также в текущем году, посещая учебное заведение, мы будем демонстрировать детям. Как раз там есть сюжеты и сломана судьба подростка, когда он за сбыт спайсов оказался в местах лишения свободы на длительный срок. И показано, к сожалению, то, что происходит с детьми, с людьми, когда они употребили спайса. На самом деле это смертельная опасность. Виталий Алексеевич, а Вас хотелось бы узнать, вот в целом, как наша область выглядит по сравнению с другими областями, да, вот по проблеме распространения и потребления наркотиков, вот в целом, статистика какая? Сейчас нельзя сказать, что какой-то регион нашей республики в этом плане благополучен. Потому что правоохранительными органами делается все возможное для того, чтобы эта проблема не скрывалась, а наоборот выявлялась, показывалась нашему обществу. А также мы все вместе, вместе с другими правоохранительными органами, а также со всем обществом, благодаря вашей информации, в первую очередь, с ней боролись. Поэтому здесь сказать, что где-то вот какой-то вот та область, когда там вот благополучно, это неблагополучно, здесь нельзя никак сказать. Почему? Потому что, например, для каждой области нашей республики характерны определенные особенности. Например, Витебской, Могилевской, Гомельской областях, там больше идет распространение героина. У нас же героин изымался за последние два или три года один раз. Опять же, по спайсам, что касается, неблагополучно ни одна область, потому что везде эти спайсы актуальны и все с ней борются. Что касается нашей работы, то за 2014 год нами выявлено 849 преступлений по линии наркоконтроля, то бишь это незаконный оборот наркотиков, что на 276 преступлений больше, чем в 2013 году. Это значительно. Из этих преступлений 319, связанных со сбытом наркотиков. Опять же, что на 205 преступлений больше. Это очень значительный результат. Что касается качества работы, то могу сказать, что мы, наша область, опять же, по делам, направленным в суд, в республике занимаем первое место в данной категории, потому что не по направленным судам, а по раскрытым преступлениям. Уровень раскрываемости у нас самый лучший, слава богу. Благодаря хорошему взаимодействию с нашими коллегами со Следственного комитета. Что же касается, опять же, работы, то, может быть, вы все слышали, что нами перекрыт интернет, деятельность интернет-магазина, действовавшего на территории нашей области. Вот здесь, Виталий Алексеевич, наверное, стоит сказать о том, что новый декрет, он же тоже предусматривает меры борьбы, именно так как через интернет основная, так скажем, связь поставщиков с потребителями, правильно? Причем это все анонимно было, но до сегодняшнего дня. Давайте подробно расскажем, что же изменилось теперь. Декретом номер 6 главы государства определено то, что поставщики наших интернет-услуг, поставщики информационных ресурсов должны, обязаны анализировать информацию, содержащуюся на информационных ресурсах, с целью недопущения размещения такой информации, у которой будут рекламироваться наркотики, будут где-то ссылки на то, где можно приобрести наркотики, а также рекламироваться их воздействие, скажем так, классическое вовлечение. То есть невозможность будет воспользоваться информацией с этого сайта? Да, поставщики интернет-ресурсов обязаны реагировать на это и обязаны данную информацию не допускать к широкому сведению, к нашим пользователям интернет-ресурсов, а также сообщать об этом, соответственно, в органы внутренних дел. И в случае, так скажем, в противовес закону будет ответственность? Естественно. И еще важно отметить, что теперь прозрачность будет. Если раньше могли те же, наверное, и школьники, я подразумеваю, расплатиться электронными деньгами, то теперь эта возможность также будет устранена, потому что все через банк официальное нужно будет зарегистрировать. Регистрация обязательно. И, соответственно, ужесточается контроль. Это не какое-то ограничение прав, это больше контроль государства именно в этой сфере, потому что действительно платежные системы, электронные кошельки активно использовались для расчетов за приобретаемые спайсы. Теперь в этой части установлен контроль государства. Безусловно, то, что сказал Виталий Алексеевич, цифры, они вроде как и пугают, но, с другой стороны, это свидетельство более активной работы правоохранительных органов. Что важно здесь, опять же, для нас не ведомственный интерес цифры, а работа по выявлению и пресечению этих преступлений. В прошлом году более чем в два раза возросло количество уголовных дел, направленных подразделениями Следственного комитета в суды, именно по статье 328 Уголовного кодекса. Причем, подчеркну, при росте дел в два с небольшим раза, количество лиц, заключенных под стражу, возросло в три с лишним раза. И такая же позиция Следственного комитета, она будет выдерживаться и дальше, особенно в отношении лиц, которые совершили сбыт наркотиков в целом. В каждом случае мы инициируем перед прокурорами санкционирование заключения их под стражей. Расширяются экспертные возможности, и здесь активно мы взаимодействуем с нашими коллегами из Государственного комитета судебных экспертиз. Экспертизы проводятся более оперативно, что также и влияет на доказывание, и фактически по делам данной категории заключения экспертов имеют важнейшее доказательственное значение. В Барановичском районе был выявлен гражданин, который фактически организовал лабораторию по производству фетамина. Экспертным путем мы доказали, что значительное количество различных химических веществ позволили бы ему изготовить более 300 грамм амфетамина. Соответственно, посудите, сколько жизней мы спасли совместно с сотрудниками и с сотрудниками органов внутренних дел, которые выявили эту лабораторию. Виновное лицо осуждено к 12 годам лишения свободы. Наложен арест на имущество, в том числе дорогостоящий автомобиль. И это также способствует, на мой взгляд, профилактике преступления. Другим задуматься о том, что... У нас есть звонок от телезрителей. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Да, дело в том, что есть ситуации в том, что некоторые реализаторы тех же наркотических средств, они закладывают там в определенных местах, но не в постоянных местах. То есть я знаю там некоторых людей, которые постоянно употребляют, и вот они ходят там в некоторые места, куда им сообщают. Вы имеете в виду, что все это анонимно происходит, да? Да, разумеется, это анонимно происходит. Они там где-то созваниваются, где-то они там решают с реализаторами, вот они там ходят, где-то забирают, и потом просто в этих сумасшедших состояниях ходят по городу и так далее. У меня вопрос. Вот как выявить действительно вот таких вот, кто закладывает, кто реализовывает это все? Потому что это же система. У меня хорошего знакомого просто-напросто он когда выявил эту систему и взял за руку, сломал руку непосредственно закладчику, возбудили уголовное дело за нанесение интеллектных повреждений. Ну спасибо. Понятный вопрос, Виталий Сергеевич, Сергей Петрович. Что здесь можно сказать? Ну вот, кстати, вот к анонимности и через интернет, что сообщались, да? Может быть, ввиду того, что сейчас это пресечется, то, может быть, и меньше станет вот таких вот явлений? Наверное, больше вопрос сначала я попытаюсь на него ответить. У нас, к сожалению, только мало времени буквально. Я вкратце и очень быстро скажу, что при получении какой-либо информации о занятии каким-либо лицом противоправной деятельностью, связанной с незаконным наркооборотом не нужно самому предпринимать какие-либо меры, либо, тем более, принимать какие-либо меры по самоустранению, самозадержанию человека этого, да. Лучше всего сообщать данную информацию подразделения по наркоконтролю, либо в управлении по наркоконтролю. Анонимность гарантируется? Анонимность гарантируется, однозначно. Что касается наших методов работы, то, да, безусловно, все наши наркозбытчики, закладчики, все они пытаются предпринимать различные уловки, хитрости. Они никогда не регистрируются под своими данными в этих соцсетях, в интернете. Соответственно, конечно, бывают различные методы конспирации. Ну, на том и органы внутренних дел. Есть комплекс оперативно-зоценных мероприятий, которые не позволяют нашим сбытчикам спокойно гулять на свободе. Поэтому сообщайте нам просто информацию, а дальше это уже наше дело. Сергей Петрович, в заключении несколько напутствующих слов, может быть? Условно, хотелось бы обратиться к телезрителям, не быть безучастными к этой проблеме, потому что задача, конечно же, в первую очередь государственных органов в целом, правоохранительных органов бороться с этим злом. И нормативные документы для этого есть, они будут совершенствоваться, приниматься и на региональном уровне дополнительной программы. Но, тем не менее, воспитание, личный пример, желание помочь, заинтересовать. Это, если касается детей, и участие в кружках, в секциях различных. То есть формирование здорового образа жизни. Ну, а если уже граждане действительно получают информацию о каком-то противоправном поведении, сообщают правоохранительным органам, и поверьте, мы отнесемся максимально ответственно, потому что мы отдаем отчет той ситуации, которая сложилась, и она контролируема и прогнозируема. Виталий Алексеевич, Сергей Петрович, я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. Будем надеяться, что уже при следующей встрече, также в прямом эфире, мы уже будем говорить о конкретных результатах применения, эффективных применения мер декрета номер 6 на практике и, как следствие, положительных результатов положительной динамики в статистике по распространению, потреблению наркотиков. Но вместе с тем хотелось бы, наверное, обратиться ко всем и помнить, что наркотики – это зло социальное, и только усилиями государства, правовыми какими-то мерами карательными здесь не справятся. В первую очередь, как и Сергей Петрович уже сегодня говорил, неоднократный Виталий Алексеевич, это семья. Это основное, можно сказать, препятствие для распространения наркомании в нашем регионе. Поэтому, дорогие родители, бабушки и дедушки, пожалуйста, поинтересуйтесь, где сейчас ваши дети. И всего вам доброго, спасибо за внимание. Ждем вас в следующий четверг в прямом эфире программы «Точка зрения». Всего доброго, берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова